всем здравствуйте добро пожаловать на канал мисс карина зав меня зовут карина впереди нас ждет предновогодний месяц декабрь и значит это самое время поговорить о пустых баночках ноября и уже подготавливаться к встрече нового года поэтому сегодня кому интересно я дам свой обзор на закончившиеся продукты либо те которые просто выбрасываю они мне не понравились либо те которые отдаю которые просто мне не подошли но они достаточно хорошие и те кому интересно конечно же оставайтесь со мной дам свой честный обзор и дам свои советы что брать что не брать а на что вообще не стоит даже смотреть на витринах магазинов и так поехали давайте начнем с продуктов которые я использовала для стирки это конечно же моя любимая ласка эффект восстановления черного я всегда беру в гелевом варианте либо для цветного белья либо для черного белья чтобы лишний раз подстраховаться что не будет оставаться белых разводов при стирке белья и не потребуется запускать дополнительного полоскания что все-таки зачастую бы иногда бывает и случается если мы используем какой-то порошок и кондиционер для белья на этот раз был линор супер концентрат пьюрке детский но его я использовала для взрослого белья для тех кто не любит парфюмированные отдушки в кондиционерах то советую попробуйте вот этот вот детский пьюрке он достаточно хорошо кондиционирует белье но не оставляет никакого аромата после стирки и закончился порошок дося это можно сказать тестовый вариант который вы не встретите в магазине он выглядит немножечко по-другому но тем не менее наполнение было таким же точно такой же стиральный порошок дося но все-таки он по качеству немножечко хуже остальных и мы его используем например для стирки спецодежды для работы которая все-таки ну не требует такого уж тщательного ухода как наша повседневная одежда а тем более та за которую мы отдали немалые деньги может быть какие-то кашемировые свитера я вот имею ввиду на этот раз у меня закончились два геля для душа один от марки эйвон серия сенсис это был гель для душа карибская колада который шел с ароматом кокоса и папайи кремовые гели для душа от эйвон вполне себе очень даже хороший поэтому я могу посоветовать и и закончился гель для душа он же пена для ванны это два в одном дикий мадагаскар от фаберлик это был гель для душа с ароматом гуавы и личи я не знаю конечно как выглядят эти фрукты и как они на самом деле пахнут но могу сказать что гель для душа очень приятный мне очень понравился и если мне представится возможность повторить опять его то конечно же я его повторю закончилась одна упаковка влажных салфеток это были ромашкин лук 72 штуки и вы скажете почему же так мало салфеток дело в том что мы растем мы развиваемся мы совершенствуемся и теперь мы уже простите за такие подробности но мама меня поймут теперь мы уже ходим на горшок самостоятельный поэтому салфеток уходит гораздо меньше через две зубные пасты а точнее одна паста закончилась это блада блендомет 3d white бережная мята нам понравилась вот эта вот зубная паста действительно неплохо очищает зубы и аромат приятный остается в полости рта а вот этот вот лесной бальзам почему-то нас разочаровал это я не знаю какой-то крем который елозит на зубах в полости рта который которым так трудно очистить зубы и мы вообще не поняли что это за лесной бальзам был вроде бы каждый раз берем одинаковые ну да они бывают с разными составляющими жасмином с корой дуба но вот этот лесной бальзам нас конечно разочаровал лесной бальзам с иммуноактивным действием вот здесь тоже и желуд нарисован и сосна кора дуба экстракт пихты вот идет если посмотреть если вы увидите вот такой вот лесной бальзам то я вам не посоветую все-таки не берите мы разочаровались в нем закончились патчи под глаза с женщинем от марки новосвит я уже о них очень подробно рассказывал в одном из своих видео поэтому по ссылочке в инфобоксе вы можете пройти туда и там услышите от меня подробный отзыв как они действуют какой эффект они дают и стоит ли их вообще покупать закончился крем для рук от марки эмилин я брала именно вот в таком вот маленьком формате чтобы удобно носить сумочки и не захламлять если сумочка тем более маленькая называется экстра софт сос а уны шоу с гиалуроновой кислотой очень приятно сладко пахнет для тех кто любит сладкие ароматы и для тех кто любит увлажнение на руках а этот крем уверяю вас дает увлажнение то я вам посоветую обязательно возьмите если увидите его я его брала в магазине подружка их мелочах как ватные диски ватные палочки наверное и распространяться не стоит я просто упомяну что закончились две вот эти вот упаковки выбрасываю вот такой дезодорант от эколаб слаймом мятой и лимонграссом это деокристалл он без хлоргидрата алюминия отдушек и парабенов для тех кто любит такие дезодоранты то присмотритесь я видите использовала больше половины но я его наносила после душа на ночь на сухую кожу подмышек и сначала он мне помогал и действительно после того как вы с утра проснулись приняли все гигиенические процедуры можно было даже не пользоваться никаким другим дезодорантом но потом я поняла после его использования даже с утра я вставала ничего не ощущала по запаху но в течение дня уже к обеду я понимала что зря ли не воспользовалась дезодорантом чтобы все-таки не попасть не попасть в казусные ситуации могла использовать до конца вот такой дезодорант от adidas это был дезодорант 6 в 1 48 часов хотя не знаю 48 ли кулки по аромату не оставляет белых следов но девчонки я не знаю это такой был ядреный аромат там не то что парфюма там даже от дезодоранта как-то плохо становилось он неплохой он он не отталкивающий но такой концентрированный и его столько это этого аромата что потом с одеждой даже трудно отстирать и когда ты понимаешь что например следующую неделю ты одеваешь другую блузку и ты хочешь другой какой-то аромат это используешь другой дезодорант вот этот до сих пор будет присутствовать поэтому я от него избавляюсь больше к нему возвращаться не ногой один из моих любимых дезодорантов который действительно мне подходит и которым я довольна и я допользовала вот еще гарнир дезодорант нео который с кольцевым диффузором идет вот здесь вот мелко очень распыление очень похож аромат на аромат хлопка в рексоне помню тоже был такой дезодорант вот они по аромату очень похожи так что мне очень нравится я его допользовала на половину с фаберликовским дезодорантом поэтому как то вот я и не показывала его до сих пор а вот этот дезодорант тоже гарнир нео но с другим ароматом это идет свежесть чистоты он мне не совсем нравится по аромату поэтому я его подарю маме и показываю вот здесь пустых баночках потому что в дальнейшем конечно же вы его уже не увидите а рубрика то что я например дарю и отдаю у меня такой рубрики нет поэтому я решила его показать здесь пустых баночках и покажу еще два дезодоранта на которые закончился срок годности но видимо но видимо по причине того что пользуемся несколькими дезодорантами хотим попробовать что-то новенькое я думаю что у каждого часть продукции просто застаивается на полках и потом мы понимаем что срок годности закончился а мы даже и половины флакона не использовали это дезодорант рексона алоэ вера очень мне нравится по аромату но белые следы оставлял не каждый раз но видимо бывает неправильно нанесешь и ощущаешь уже что ага вот что-то там на кофте появилась у тебя и вот этот вот дезодорант антибактериальный эффект тоже неплохо защищает но их существует два вида похожих антибактериальный эффект и антибактериальная свежесть могу сказать что антибактериальная свежесть более свежий более ненавязчивый аромат а вот этот вот конечно же ядрененький и мне тоже вот сродни вот этому адидасу не понравилось что такой навязчивый аромат потому что даже на обратной стороне указано что это присутствуют аккорды имбиря мускуса амбра сандалового дерева ну то есть все то что действительно будет звучать так звучать по аромату поэтому простоял видимо вот все срок годности прошел не буду уже использовать да и что могу сказать про дезодоранты рексона у меня конечно не возникает какой-то жутчайшей аллергии но что раздражает меня в этих дезодорантах что проносив целый день когда мы идем потом в душ даже приходится потом мочалкой анти оттирать в подвышку приходится потом даже мочалкой оттирать в подмышечных впадинах потому что ну такой вот сухой сухой слой подмышкой что даже уже как-то становится не очень приятно ну и пару слов о декоративной косметике которая закончилась во первых в своем заказе иван я вам уже показывала что я заказала новый тональный мусс который я использовала и вот он использованный я его выбрасываю потому что потому что при использовании он уже видите поближе покажу он уже такой как засохший то есть его не очень удобно даже набирать из баночки поэтому я я сочла нужным что его я использовать уже не буду и именно в таком оттенке medium beige как и этот у меня был я заказала уже новый выпуск из серии mac точно такой же тональный мусс но уже в новой коробочке и от эйвон выбрасываю помадку срок годности уже закончился и она уже суховатая тоже стала заказала себе свежую в оттенке frozen rose оттенок swatch я вам показывала все в том же видео по моему заказу от компании эйвон можете там посмотреть поэтому тоже избавляются от этой помады вот чем был богат ноябрь месяц на какую пустоту в моем доме рассказала дала свой честный отзыв я надеюсь что я вам была полезна до новой встречи уже в декабре в рубрике пустые баночки пока я не прекращаю вести эту рубрику потому что есть желающие которые постоянно смотрят из месяца в месяц именно мои отзывы на пустые баночки до новых встреч на моем канале пусть ваша жизнь будет легкая как перышко и пусть даже пустота которая копится в вашем доме конечно же дает свои положительные результаты и приносит вам приятные моменты пока пока и еще пост скриптом к пустым баночкам смотрите моя гангстерская натура как используют депиляционный крем я не купила себе в запас крем для депиляции и мне нужно было сделать гигиенические процедуры и что бы вы думали думаю а ладно вскрою его вот так вот влезу туда лопаточкой и авось протяну до следующего раза но вот так вот авось ней помог я протянула и благодаря вот таким вот вандальным наклонностям я все-таки себя привела в порядок так что не делайте как я оставляйте все-таки запасы где-то в шкафчиков чтобы был у вас чтобы у вас всегда было нз и чтобы вы всегда всегда были на высоте и в порядке